Вы знаете, я не сказал бы, что это новое отношение к истории, я бы сказал, что это некая новая структура, это попытка немножко по-другому структурировать работу. Ну, скажем, я вижу здесь, условно говоря, инициативу Владимира Владимировича Путина. Почему? Связано это не с тем, что изменился взгляд на нашу историю. Скажем, Путин всегда поддерживал идею патриотизма как основу нашей идеологии. Но жизненный опыт показывает, что исполнительная власть далеко не всегда справляется с теми задачами, в том числе по развитию патриотизма, который перед ней ставится. В силу своего бюрократического подхода, в силу, может быть, другой мотивации и так далее. Поэтому новые тенденции связаны с формированием общественных организаций, крупных структур, которые пользуются поддержкой государства, таких, как, скажем, русское географическое общество, русское общество военной истории, русское историческое общество. То есть это структуры, которые в свое время существовали. Мы их как бы восстанавливаем. И идея их восстановления заключается в том, что вот эти вот принципы, идеи, которые скрепляют народ, в том числе идеи патриотизма, начинают двигать не только по линии государственных ведомств, но и привлекая к этому более широкие круги общественности в расчете на то, что это будет менее формально и более эффективно.